Друзья, всем привет, с вами Яков, в сегодняшнем видео мы с вами разберемся с механикой игры Чародейки в форме Архонта. Смотрю, очень много задается вопросов во всяк случай в моей группе ВКонтакте, в комментариях под видео, что касается Чародейки, а также в различных русскоговорящих сообществах в игре Диабол 3. Эти вопросы, конечно же, задаются и в мой адрес, и мне приходится на них отвечать. Один раз это не проблема, второй раз тоже не проблема, но когда это уже 100 вопросов, начинаешь немножко уставать. Поэтому я для вас решил сделать такое видео, которое по мне так работает по принципу, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И давайте вместе с механикой игры Чародейки в форме Архонта как раз таки сейчас и разберемся. Ну что ж, поехали! Итак, так как мы играем в форме Архонта, и этот Архонт, конечно же, имеет определенную продолжительность действия. После того, как эта форма Архонта заканчивается, наша главная задача, на всех случаях одна из главных задач, это как можно быстрее в эту форму вернуться. Это значит, что нас интересует такой показатель, как КДР, или уменьшение времени восстановления умений. Поэтому этот показатель обязательно надо нарулить практически во всех предметах, кроме одного, это амулета. Это значит, плечи, перчатки, вот одно кольцо, жезл, сфера, второе кольцо, а также с помощью бриллианта, который мы инкрустируем себе в голову. И в итоге этот показатель КДР у вас приблизительно должен составлять где-то вот 61%. 61% в принципе вполне хватает. Все остальное, конечно же, полностью будет зависеть от ваших рук. Ну а теперь давайте разберемся с нанесением урона в форме Архонта. И первый пример это использование Седа Чантода, который состоит из двух предметов. Это жезл, а также сфера. Из Седа видно, что каждую секунду будет такая раздаваться разрушительная волна, которая будет наносить определенный урон. Так вот, по умолчанию, эта волна наносит урон от тайны магии. Если мы хотим, чтобы эта волна наносила урон, допустим, от холода, нам надо в наших предметах нарулить себе увеличение урона от холода. Если хотим, чтобы она наносила урон с помощью огня, мы должны нарулить себе увеличение урона от огня. Одним словом, какой стихии у нас больше, тот урон мы будем наносить этой волной. Но сейчас я вам как раз-таки эту механику продемонстрирую. Как видите, допустим, в моем амулете нет увеличения от какой-либо стихии, наручи я вообще снял. То есть, по идее, сейчас урон мой Архонт будет наносить, точнее, эта волна будет наносить от тайны магии. Сейчас я вот активирую своего Архонта, и как видите, такие волны расходятся от тайны магии. Как только я беру наручи, в данных наручах у меня есть баф на холод, обратите внимание, идет ледяная волна. Как только я беру огненные наручи, обратите внимание, идет огненная волна. Об уроне с помощью формы Архонта мы сейчас речь не ведем. Мы сейчас разговариваем именно о этой волне, которая раздается с помощью сета Чантода. Как вы обратили внимание, у моего Архонта стоит огненная руна. А в моих предметах, в данном случае моих наручах, приобретет стоит на ледяную стихию. То есть, смотрите, я сейчас активирую еще раз своего Архонта, и волна, само собой, ведет ледяная. Но Архонт использует ту руну, которая у меня выбрана именно в умении. То есть, это момент не путайте. То есть, в убранство огненной птицы мы наносим урон, само собой, и Архонтам, и сетам Чантода. Так вот, сет Чантода, а именно эта волна, будет использовать именно ту руну, точнее, ту стихию, которая у нас преобладает. Напоминаю, только та, которая преобладает. Теперь давайте рассмотрим другой вариант, а именно использование сета Вера. То есть, как вы знаете, первый бонус за два примета нам дает возможность, чтобы у нашего умения Архонт сразу появились одновременно все руны. То есть, у нас получается сразу, активно сразу все четыре стихии. Это Тайная магия, Холод, Огонь, а также Молния. И тут тоже начинается путаница, все-таки, от какой стихии мы наносим свой урон. Здесь, в принципе, тот же принцип, что у сета Чантода. То есть, какую стихию мы наролим в своих предметах, той стихии мы будем атаковать. Вот обратите внимание, в моих сейчас наручах, в амулете нету, в наручах есть, наролимое увеличение урона от стихии Молнии. Поэтому, как только мы перейдем мою форму Архонта, вот сейчас мы это сделаем, мы как раз-таки будем наносить урон от... Что от нашего луча, что, допустим, от наших взрывов. То есть, мы наносим урон от Молнии. Чтобы поменять свою стихию, мы должны дождаться, пока форма Архонта закончится. Ну, во всяком случае, чтобы это продемонстрировать. Ну и поменять наручи. Вот у нас форма Архонта уже практически откатилась. Мы сейчас поставим наручи, который будет увеличивать урон от Тайны Магии. Меняем наручи. Активируем нашу Архонта. Все. Теперь мы наносим урон от Тайны Магии. Что от луча, что от взрыва. Так что, что касается сета Веры, то в форме Архонта мы будем наносить урон той стихии, которая у нас преобладает. В моем случае я буду наносить урон в форме Архонта от Тайны Магии, так как она у меня здесь нароллена. Не путайте этот момент с Чародейкой, которая наносит урон с помощью Архонта сети Убранства Огненной Птицы. То есть, еще раз повторюсь. Что касается сета Вера, то в форме Архонты мы наносим урон той стихии, которая у нас преобладает. А в сете убранство огненной птицы с помощью сета Чантода, который наносит урон с помощью разрушительной волны. Как раз таки эта волна наносит урон той стихии, которая у нас прибылдает. Так что эти моменты не путайте. А теперь давайте еще рассмотрим такой момент, что касается сета стихии Талраши. То есть, как вы знаете, мы получаем баф на увеличение урона на 3000 в том случае, когда мы используем все 4 стихии. То есть Тайная магия, Огонь, Холд и Молния. То есть в моем случае я использую такие умения, как вот Магический поток, это использование стихии и молнии. Потом я использую Черную дыру, это Тайная магия. Также Снежная буря, это Холод, а также Архонт, это Огонь. Так вот, вокруг этой огненной руны в форме Архонта сходят такие большие разногласия, что в принципе руна не важна, потому что Архонт использует все руны. Да, вроде как да, но в то же время и нет. Вот давайте я вам продемонстрирую. Допустим, я поменяю руну у Архонта, ну допустим, какую возьмем? Возьмем руну, ну, давайте Молнию, да? Значит, у нашего Магического потока нам надо поставить по идее Огненную руну. Вот мы Огненную руну меняем и проверяем. Есть у нас Огонь, есть у нас Тайная магия, есть у нас Холд и есть у нас Молния. Вот смотрите, запускаем наш баф. Первый баф пошел, второй баф пошел, третий баф пошел, сейчас запускаем баф от Архонта. Архонта запускаем, четвертого бафа не появилось. То есть, как вы видите, урона мы наносим гораздо меньше. Ну, не гораздо, но, во всяком случае, на 750% меньше. То есть, как вы видите, хоть и руны у Архонта активны все, но все равно последний баф, четвертый баф не запускается. Теперь давайте вернем все, как было на свои места. То есть, у нашего Магического потока мы поставим, что у нас тут был, статический разряд, а у нашего Архонта поставим, конечно же, руну возгорания. И проверяем, то есть, повторяем ту же процедуру. Запускаем ледяной баф, запускаем баф от Тайной магии, запускаем электрический баф, ну и, конечно же, запускаем нашу форму Архонта, то есть Огонь. Все, четырех баф запускается, это значит, что мы сейчас будем наносить урон, который будет увеличен на 3000%. Вот только одно я не сделал, это, конечно же, не поменял наручи. Ну, неважно, в общем, когда я войду в форму Архонта повторно, я как раз таки буду наносить урон от молнии, то есть тот урон, который наносит сорка электричка. Ну, давайте я еще раз повторю, чтобы не было потом нареканий. Вот давайте запускаем все три бафа, да. Запускаем Архонта нашего Огненного. Все, как видите, наношу урон с помощью молнии. Что от луча, что от волны одной, что от взрыва, и, само собой, нарычи у меня, как видите, увеличение урона стоит от молнии. Так что вот так работает эта чародейка. Так что не путайтесь и не путайте других. Ну и остался один такой небольшой моментик, это какие предметы нам будут помогать в игре с помощью Архонта. Это, конечно же, пояс, невероятная цепь в Азлую. То есть, когда мы будем входить в форму Архонта, вот в моем случае мы будем получать автоматически 47 стаков форм Архонта. Вот я в Архонт вхожу, как видите, сразу у меня 47 стаков появляется. А это и есть урон, а также наша защита, то есть наши чародейки. Второй предмет, который нам с вами будет помогать, это предмет, который находится у нас в кубе, это шапка с вами. То есть, по истечении 20 секунд, после того, как мы выходим из формы Архонты, мы будем находиться под стаками формы Архонта. Вот смотрите, сейчас у меня форма Архонта заканчивается, и мои стаки продолжают работать в течение 20 секунд. И вот в течение 20 секунд у меня будет дополнительная стойкость, а также дополнительный урон. Ну и последний момент, это что касается отката нашего Архонта. То есть, Архонта мы откатываем с помощью наших умений, которые расходуют ресурс, а также с помощью колечка Зодиака. То есть, с помощью этого кольца мы будем довольно-таки быстренько откатывать нашего Архонта. Также немаловажный момент, желательно, чтобы в нашей сфере был такой показатель, как критический удар и восстанавливать 4 единицы магической энергии. При критах, само собой. То есть, когда мы критуем, мы будем восстанавливать себе нашу магическую энергию. Так как умения расходующие ресурс очень быстро нашу банку будут жрать, то критические удары нам будут эту банку довольно-таки, ну, не быстро, но восстанавливать. То есть, когда будет толпа противников, наша банка проседать не будет. А это значит, что мы Архонта будем практически быстренько откатывать, и самое главное, безболезненно для нашего ресурса. Так что, такой показатель, как восстановление ресурса с помощью крита, желательно иметь. Так как, если его не будет, то вы очень быстренько будете жрать вашу банку маны, и ресурс у вас не будет, а значит, не успеете, может быть, откатить вашего Архонта. Ну, это, в принципе, все, что я вам хотел сказать про механику игры в форме Архонта за Чародейку. И, в принципе, на этом моменте я свое видео буду заканчивать. А по его завершению, перед вашими глазами будут находиться две кликабельные ссылки на топ-билды за Чародейку в форме Архонта. Это использование ассета в Бронстового огня птицы, а вторая, это использование ассетов в Тайны Вера, а также с Тихией Талараши. Ну, еще помещу третью ссылочку, это использование Чародейки в виде саппорта. Как-никак, Чародейка играет роль иногда саппорта, так что, кому интересно, можете тоже посмотреть. На этом моменте я с вами прощаюсь, ну что ж, всем удачи, нефалемы. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.